Разногласия футбольных фанатов стали причиной драки и кражи драгоценностей у одного из участников конфликта. У 30-летнего мужчины ночью открыто похитили часы, деньги, цепочку и банковскую карточку. Общий причиненный ущерб составил более 8 тысяч рублей. Подозреваемых задержали почти сразу. Признают ли они свою вину и что им грозит за совершенное, знает Невса Минязова. Конфликт произошел, мы не спорили по поводу футбольного матча. Как рассказал один из задержанных, в ту ночь все началось из-за разных взглядов на футбол. Признается, сначала просто стояли и разговаривали, но в какой-то момент его знакомый стал нападать на третьего мужчину. За что же задержали его самого, он не понимает. Говорит, никого не трогал и ничего не брал. Драка произошла. Я присутствовал там. Что-нибудь у всех первых забирали? Телефон, деньги? Кто что забрал, там разбирается. Однако камеры видеонаблюдения зафиксировали, что причастны к грабежу оба мужчины. На съемках видно, как они удерживали потерпевшего. И один снимал с него часы, цепочку, отобрал банковскую карточку и деньги. Ущерб потерпевший оценил 8 тысяч рублей. Подозреваемых одному 33 года, другому 44. Вычислили спустя несколько часов после произошедшего. Второй задержанный стражем порядка ничего рассказывать не стал. За что задержали? Что произошло? Что за драка? Драка обычная была. Больше ничего рассказывать не буду без адвоката, без своего. Пока не увижу родителей своих, ничего рассказывать не буду. Один из подозреваемых показал место, где они выбросили часть похищенного имущества. В настоящее время в отношении обоих задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. Степень вины каждого из фигурантов будет установлена при расследовании уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Свою вину мужчины признали лишь частично. Написали Минязова, вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте. ТНВ.ру